Мы запланировали шашлычок на лужайке птичьего дворика еще летом, когда только познакомились. А потом понеслась у нас съемки, монтаж, посты в интернете, а у Игоря Спиридовича хозяйство. И вот, наконец, наша давняя общая мечта посидеть вот так неформально у мангала и поболтать сбылась. В декабре, в воскресенье, на рассвете. Другого времени не нашлось. У фермеров много работы. Какая география запросов? Откуда люди звонят? Только из Красноярска? Нет, звонят с разных городов. И из Краснодара звонят, и Иркутска звонит. То есть, вообще, и Чуваша звонит. Ну вот, значит, мы все сделали правильно. Интерес к птичьему дворику проявляется из разных уголков нашей страны. А еще несколько месяцев назад о ферме Спиридовичей знали только их друзья и немногочисленные клиенты, наткнувшиеся на их объявление по продаже яиц. Впрочем, у наших героев, в общем-то, все шло ровно. Только вот своего яркого и узнаваемого лица у их бизнеса не было. И в этом мы решили им помочь. Устроили фотосессию, придумали фирменный стиль и даже ментора пригласили. Ха-ха-ха! Три кури в день! Четыре, боже, пять! Жестко, жестко, брат! День за днем мы все глубже погружались в тему разведения птиц. В успех, конечно, не верили, но все оказалось наоборот. Стоило нам показать ритейлеру нашу новую упаковку с фирменным стилем. И наш герой Игорь тут же получил предложение занять свое место на прилавке. Только вот по объемам, производимым маленькой фирмой, это было нереально. Но мы не расстроились и с головой ушли в интернет. Мы с гордостью представляем вам наш прорыв в области разведения птиц. Интернет-магазин Спиридовичей «Птичий дворик». Две тысячи посетителей в месяц. За день в магазин Спиридовичей наведывается 30-40 человек. Эти цифры уже почти сопоставимы с обычным недавно открывшимся магазином. Только бешеную аренду за торговые площади плодить надо, пыль вытирать там, продавцов держать, ну и прочее. Получается, чтобы поставить и раскрутить свое дело, надо немного. Чуточку выдумки и все получится. Мы проверили. Сайт очень классный, очень нравится, он привлекает внимание. То есть по сайту, сейчас по сайту большинство звонков у нас поступает, чем нежели на других. Вот мы выставляем объявления, да, на том же Авито. Это сайт дает, конечно. Мы больше не можем позволить себя отвлекать Спиридовичей. Этим утром им нужно подготовить и отвезти клиентам сразу три мускусных утки. Значит, все не зря. Хоть мы и опасались вначале, что магазин может не пойти, птичий дворик не раскрутится, зря переживали только. И тут самое место маленькой морали, которую и так не любят редакторы. Как говорится, дорогу оселит идущий, под лежачий камень вода не течет, ну и так далее. В общем, главное не бояться и пробовать. Тогда точно все получится. Виктор Самусенко, Денис Сыров. Новости.